Это не торжество социализма. Городские чиновники не пересели с презентабельных автомобилей на общественный транспорт. В таком необычном формате на колесах комитет по транспорту провел пресс-конференцию. Тема – недавнее обследование пассажиропотока. Жизнь идет, город развивается, и поэтому в какой-то момент встал вопрос, а насколько соответствует наша пассажирская сеть тому спросу жителей на сегодняшний день. В чем проблемы, что можно сделать, как улучшить работу нашего транспорта. Для этого было проведено обследование пассажирской сети. Инициировало исследование Министерство транспорта. В других регионах такая работа проводится регулярно. У нас же такая полная проверка впервые. За транспортом наблюдали студенты Политехнического университета, будущие инженеры дорожной сети. 37 календарных дней. Насчитали 11 троллейбусных и 59 автобусных маршрутов. Все были обследованы. По многим есть замечания и предложения. Участвовало в этом мероприятии порядка 100 студентов. Тем более, что студенты были не просто студенты, а студенты, которые обучаются по специальности. И их дальнейшая деятельность будет как раз связана с этим процессом организации транспортных потоков. Потому что они будут инженерами по организации управления на транспорте. То есть они подходили к этому со знанием дела. Выяснилось, что ивановцы чаще пользуются услугами маршрутных такси. На втором месте троллейбус. По итогам опроса пассажиров маршрутка также лидирует по частоте движения, по небезопасности и по хамству со стороны водителей. Первые результаты исследования также коснутся именно маршруток. По обследованию маршрутной сети, некоммерческим вот этим объединением, которое проводило обследование в нашем городе, есть рекомендация к 2017 году, к окончанию срока действия действующих договоров с перевозчиками категории М2, это газели, заменить на более вместительные, комфортабельные автобусы той же категории. Марки Ford, Mercedes, Fiat. Думаю, что пассажиры это оценят. И в общем-то сейчас обновление уже произошло процентов на 80 в областном центре. На сегодняшний день по результатам исследования пропускная способность улично-дорожной сети пока еще не критическая. Но если автомобилизация населения продолжится в том же темпе уже через 2-3 года, пропускная способность исчерпает себя. А потому, пока этого еще не произошло, в городской мэрии планируют немного подкорректировать маршрутную сеть в соответствии с результатами новых исследований. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.